Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видео мы сегодня будем учиться играть рок на бас-гитаре. Термин рок включает в себя большое количество музыкальных стилей, начиная от классического рок-н-ролла и лвса пресли, заканчивая тяжелым арт-роком и хард-роком. В общем, довольно широкий и мощный пласт музыки, пользующийся в мире популярностью. Ну и несмотря на то, что, как мы уже выяснили, это разная музыка, у нее есть свои характерные особенности, свои черты, общие для этого жанра, по крайней мере, с точки зрения бас-гитариста и исполнительства на бас-гитаре. И давайте попробуем их найти, вот эти общие черты сейчас. Это не я придумал, это общепринятые, которые признаются всеми спецами, критиками. Значит, первое, можно выделить, это ритмическая пульсация ровными восьмыми. Второе, это партии баса и линии баса тесно связаны с ударными и с бочкой. Третье, басовые линии основаны на тониках аккордов. И четвертое, это сильные доли, первое, третье. Вот такие вот четыре основные характерные черты рока. Если я что-то забыл, что-то не так, пишите в комментариях. Посмотрим. Если есть какие-то еще, но это те, которые я знаю. В общем, сегодня, как мы будем строить наше видео, я подготовил подборку основных стилей рок-музыки, основополагающих, от которых все происходит. То есть корень, корень и как бы истоки вот этой вот культуры и в целом рок-музыки. Без знания которых сложно стать каким-то хорошим бас-гитаристом в стиле рок. Поэтому этот материал часто учится и в училищах, и в музыкальных школах на первом курсе. Первый год обычно вот уделяется року. Ровно игры восьмых, четвертей. В общем, если вы, например, тот же новичок, то это вам будет суперполезно. Если вы новичок и хотите играть рок, это вам будет вдвойне полезно. То есть самое тут адекватное, это как раз начать с этих основ. То есть видео будет поделено на такие вот стили рока. Мы поиграем партии в этом стиле. Посмотрим, опять же, характерные особенности, как это развивалось. Как мне показалось, правильно выставить от самого зарождения, от 50-х и далее. По развитию этой музыки. Так что мы сегодня с вами, дорогие друзья, поиграем Элвиса, поиграем Deep Purple, поиграем разные еще группы интересные. В общем, расчехляйте свой бас, начнем. Первый музыкальный стиль, с которого я сегодня начну, это будет рок-н-ролл 50-60-е годы 20-го века. Зарождение, расцвет этого стиля. Ключевые фигуры, конечно же, Элвис Пресли, Чак Берри, Литл Ричард и так далее. Если хотите глубже понять истоки рока, рекомендую послушать и поиграть этих исполнителей. А мы берем в руки бас-гитару и давайте разбираться. Довольно характерная партия для рок-н-ролла, основанная на ровных четвертых нотах. Вообще в рок-н-ролле чаще всего используются длительности восьмые и четвертые. При этом используется высокий темп. Бас создает движуху, создает драйв. Вот. Это первая особенность. Вторая особенность. Басовые линии в рок-н-ролле, они очень мелодичные. Имеют яркую, выраженную, выразительную такую мелодическую форму. Они активные. Выбор нот на басу определяют лад. И при этом бас-гитара здесь не просто аккомпанирующий инструмент, создающий движуху и ритм. Он здесь еще и имеет гармоническую функцию. И басовые линии подчеркивают аккорды, смену гармонии в линии, в самой песне. Бас здесь выполняет в рок-н-ролле очень сильную гармоническую функцию. И также при этом, как я сейчас сыграл, партии не перенасыщены техническими приемами. Я не играю какие-то мертвые ноты. 16-е добавлять. Нет, это не фанг. Здесь партия довольно сдержанная, мелодичная, активная, основанная на ровных четвертых нотах, в больших темпах. Бас создает движение, создает грув, движение, кач, при этом имеет сильную гармоническую функцию и довольно мелодичная и запоминающаяся. Следующий музыкальный стиль, который мы сегодня рассмотрим, это блюз-рок. Расцвет середины 60-х годов, ключевые фигуры Гарри Мур, Джимми Хендрикс, Лед Зеппелин, Зе Ху и так далее. В общем, какие ключевые особенности здесь в игре на басу? Во-первых, это часто использование минорной пентатоники и блюзового лада. То есть риффы стали более минорными, более мрачными, в отличие от рок-н-ролла. С использованием вот этих минорных ступеней, минорных терцих, минорных пентатоник. Вторая особенность, зачастую блюз-роковые песни основываются на 12-тактовом блюзовом квадрате, блюзовая форма. И часто используется специфическая гармоническая последность 1-4-5. Так называемая еще блюзовая гармоническая последность. Это может выглядеть примерно так. Продолжение следует... Следующий музыкальный стиль у нас это хард-рок. Середина 60-х годов. Ключевые фигуры это, конечно же, Deep Purple, это, конечно же, Rolling Stones. Те же Led Zeppelin тоже можно отнести за ху и тому подобное. В чем здесь особенности? Что произошло с басовой линией, с музыкой, когда у нас появился хард-рок? Во-первых, ускорение рок, ускорение темпа, появление 16-х нот в роке, особенно у группы Deep Purple. Это очень хорошо видно. Обилие 16-х нот, обилие синкоп, звучание баса более агрессивное, более напряженное. Опять же, используем минорные пентатоники. Очень часто блюзовый лад используется, минорная пентатоника, обилие минорных аккордов, синкопы и так далее. Также технически игра у некого датчика здесь более будет приветствоваться. Такие партии либо в средней позиции, у некого датчика, потому что на бридже я писал такие партии, тот же Deep Purple, это звучит отвратительно. Звук тощий, звук нечитаемый, тощий и неуверенный. Вот что касается хард-рока. Двигаемся далее. Следующий стиль, а точнее даже можно два стиля включить, это прогрессив-рок и арт-рок. За рождение середины 60-х годов, ключевые фигуры, к примеру, Pink Floyd, Genesis, Rush, Geddy Lee, Dream Fighter и так далее, тому подобное. Какие ключевые особенности данного музыкального стиля? Во-первых, это усложнение гармонии, более сложные гармонические песни, обилие синкопы и 16-х нот, усложнение гармонии. И еще очень важная особенность, наверное, самая яркая особенность прогрессив-рока и арт-рока, это, опять же, нечетные размеры, обилие нечетных размеров. Чем отличается четный размер от нечетного? В четном размере у нас четное количество долей, 4 четверти, 2 четверти, 6 четвертей. А в нечетном, соответственно, размере нечетное количество долей, это, соответственно, может быть 3 четверти, 5 четвертей, 7 четвертей, 9 четвертей. И, опять же, в прогрессе уроки очень часто идет комбинация вот этих нечетных и четных размеров, различные варианты нечетных размеров комбинируются. При помощи этих ритмических приемов такие музыканты прогрессивного рока, они выражают свои эмоции, свои мысли именно за счет ритма размеров. Это имеет большое значение К примеру, песня Money, Pink Floyd Это хороший пример сочетания Наверное, один из идеальнейших примеров Сочетания четных и нечетных размеров песни Вот, ну, в общем, если говорить Это примерно какие-то ломаные риффы Типа вот такого Вот такой размер Такой вот рифф в размере 7 четвертей И тому подобное И его можно также чередовать и с какими-то Четными риффами и размерами ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигаемся далее Следующий музыкальный стиль Это фолк-рок Стиль, объединяющий в себе народную музыку И рок-музыку Огромный пласт исполнителей Огромный пласт разноплановой музыки Начиная от Боба Дилана Заканчивая группой Мельницы Но здесь мы выделим направление Как кантри-рок Так как партии в стиле кантри-рок Встречаются довольно часто И тут есть что посмотреть И есть что рассказать в плане игры на бас-гитаре Значит, кантри-рок Особенности Вообще, особенности фолк-музыки Здесь бас уходит на задний план На второй план Минимальное количество нот Не нарушает атмосферу Каких-то народных инструментов Народную атмосферу Не нарушает песню Рассказ истории То есть здесь у нас На первый план выходит история А не бас Поэтому бас здесь довольно скромный Далее здесь преобладают Так называемые картошки Первая и пятая ступень Преобладание картошек И также тут такая схема работает Первая, пятая И любая другая ступень в аккорде Например, мы чередуем Первая, пятая И, к примеру, седьмая Первая, пятая И, к примеру, шестая И так далее Обращаем внимание на то, что Первая и пятая Может играться как вверх Так и вниз То есть я играю основной грув На первой и пятой ступени И также добавляю Чередуя любые другие ноты В гамме К примеру, это может быть Седьмая ступень Может быть шестая И любая другая Но она добавляется И дополняет наш основной Вот этот так называемый Картошечный грув На первой и пятой ступени Это партии в стиле Кантри-рок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий музыкальный стиль И последний на сегодня Это поп-рок Широко представленный И, наверное, самый популярный Из тех, которые сегодня были Сам термин принадлежил И появился он в прессе С первых альбомов Битлз Не стоит недооценивать Этот стиль Здесь и своя философия Свои нюансы Свои сложности Как и в любом другом стиле Ключовые фигуры Ключовые бас-гитаристы В этом направлении Конечно же, можно выделить Пина Паладина Которая, как сессионный бас-гитарист Работает С огромным количеством популярных звезд Там, например, с Эдом Широном Он записывался И записывает ему альбомы Элтон Джон И тому подобное То есть величины не последние В популярной музыке И Пина Паладин Такой эталонный бас-гитарист В плане популярной музыки То есть у него Он никогда не играл Каких-то там Супер слэповых партий Соло Каких-то наворотов У него всегда там Две-три ноты Песненный жанр Аккомпанемент Бас на заднем плане Но у него эти две-три ноты Как бы настолько качают Что он как бы Заслужил мега уважение И пишет огромное количество Популярных пластинок Популярных альбомов С супер-крутыми звездами Первой величины В общем Если хотите научиться Круто играть песенный жанр Такой популярной музыки То, конечно, Пина Паладина Стоит послушать Поснимать его пар Также группа Дюран Дюран Джон Тейлор Бас-гитарист Тоже один из таких Так сказать Интересных фигур В жанре поп-музыки Ключевые особенности Давайте рассмотрим Первая ключевая особенность Это больше мажорных аккордов Партии более такие Более жизнерадостные Партии Минимальное количество нот Тут главная задача В поп-роке Это не испортить песню Не мешать вокалисту Не мешать его мелодии Сопровождать мелодию То есть бас здесь полностью подчинен Песне и аранжировке И здесь нет каких-то тяжелых Сильно перегруженных партий Все довольно играется На ритме На груве И умеренно Играет музыка А на этом все Дорогие друзья Сегодня мы проделали Довольно большую работу Рассмотрели басовые партии Во всех основных Роковых стилях От рок-н-ролла До поп-музыки И такие партии Будут встречаться вам Поверьте мне Не раз И не два И не три Большую часть времени Вы будете играть Подобные партии Поэтому это не будет лишним Особенно если вы новичок Стартовать с подобных партий С изучением вот этих стилей Опять же с рок-н-ролла Стартовать с дипепл С хард-рока Это очень хорошо Учиться играть Ровные четверти С рок-н-ролла Учиться играть Шестнадцатые и восьмые На примере Того же хард-рока Изучать размеры На примере Прогрессив рока Это очень хорошие Такие базы Для развития Старт Так скажем Вот эти стили Они не сложные Но при этом Имеют и свои Свои фишки Которые надо знать Обязательно И понимать Для того чтобы играть Это все качево Грубово К примеру Я абсолютно не роковый музыкант Я когда начал снимать канал И мне приходилось снимать Вот рок-музыку Естественно Потому что люди слушают Это все популярно И я как бы Естественно Начал снимать какие-то рифы Они как бы Естественно Много роковых рифов И я когда начал снимать канал Мне было тяжело Ровные восьмые Я не мог сыграть Вот первое видео Мне просто тяжелейше было Я слушал У меня просто шок был От того Насколько я не умел Играть вот эти восьмые То есть мне было проще Сыграть Пасториус Или какого-нибудь Маркуса Миллера С лэпом Я мог в первый раз записать Хорошо звучало А когда речь заходила О ровности восьмых Я вообще У меня просто шок Я не мог слушать То что игра Сейчас я более-менее Конечно научился уже Благодаря каналу И записи Так как я записал Уже там Сотни таких рифов Как бы Вот Я подтянул эту тему Но Как бы Это не моя основная Не моя основная Как бы мой стиль Не моя сильная сторона Но все равно Как бы Это очень полезно Опять же Поиграть Вспомнить эти восьмые И учиться на этой базе Очень круто И не надо ее пропускать Потому что все равно Потом придется Возвращаться Как это в моем случае был В общем спасибо Что посмотрели Обязательно подписывайтесь На канал Ставьте лайки Я надеюсь Что это время Не было потрачено впустую Заходите на группу ВК На мою бусте Обязательно подписывайтесь Там уникальный контент Которого нету на Ютубе И не будет Вот В общем спасибо За просмотр Увидимся в следующих роликах Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok